Здравствуйте, дорогие друзья! С огромным удовольствием хочу предложить вам сегодняшнюю встречу с моим давним другом Евгением Евгеньевичем Нестеренко. По праву могу себя назвать его подругой и его другом, потому что наша жизнь, начиная с 1970 года, очень тесно переплелась. И вы догадываетесь, почему. 1970 год это был конкурс Петра Ильича Чайковского, который проходил в Москве и был одним из самых мощных, на мой взгляд, конечно, конкурсов для вокалистов. Я уже не говорю о том, что там и пианисты были потрясающие, и скрипачи, и виланчелисты. Это был мощный-мощный конкурс. Но я, конечно, сегодня буду говорить про вокальный конкурс. Я была на прослушивании в Малом зале консерватории, когда только такой, знаете, парад был тех, кто участвует в конкурсе. Я услышала Женю. Я человек, в общем, эмоциональный, и я не смогла не подойти к нему. Он так спел басом Генделя с такой техникой, с таким вкусом, с таким хрустом, красивым, вкусным для голоса, что я подошла и ему сказала, вы знаете, вы очень хорошо поете. Он растерялся, потому что, видимо, не очень избалован был тем, что певцы так могут подойти и друг друга похвалить. Но потом он понял, с кем он имеет дело. И вот с этого момента мы подрушились с Евгением Евгеньевичем. Мы очень много пели вместе, очень много. Практически все партии, которые пел свои басовые Женя в операх, я обязательно там была, как мэтта-сопрано или даже контральта. Я имею в виду Руслана Людмилы. Где он был? Руслан. А я был Ратмир. Иван Сусанин, где он был? Иван Сусанин, а я был Ваня. Я пела много травести партии, поэтому, так сказать, я могу вроде как бы говорить и от имени мэтта-сопрано, и от имени контральта. Ну, практически во всех партиях, во всех ролях, где мы встречались как бас и контральта, и бас и как мэтта-сопрано, мы всегда встречались на сцене. Женя очень умный певец, очень интеллигентный певец. Это очень много значит. В звуке у певца можно услышать практически все. Его интеллектуальный уровень, его вокальную подготовку, его владение голосом. Вот, Женя, яркий пример того, тому или того. Вот как хотите, так и выбирайте. И того, и тому. Что его можно прочитать как книгу, как отличного певца, мыслящего, актерски очень гибкого. Это при том, что он пел Ивана Сусанина и Бориса Годунова, он был потрясающий кончак. Потрясающий. С такими красками в голосе, что, ну, конечно, можно было и позавидовать. Но не всем. Умные люди не завидуют. Это правда. Поэтому я хочу сказать, что, ну, вообще, когда я согласилась на этот цикл передач, я даже не понимала, что я такая счастливая. А сейчас поняла. Потому что я рассказываю о тех людях, с которыми я была не только знакома, не только дышала одним воздухом в Большом театре, но я их всех любила очень. И люблю до сих пор. И тех, кого уже нет, к сожалению, и те, кто, слава Богу, еще живы и здоровы. Поэтому мне о них рассказывать очень легко и очень приятно. Мне так хочется о них много рассказать. Но я знаю, что у нас рамки по времени. И поэтому я просто хочу вас пригласить в концерт, как раньше говорили, в концерт Евгения Нестеренко. Где он подарит вам то, над чем он работал всю жизнь. Желаю получить удовольствие.